Девушки отдыхают 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 союз. Мы такие же севастопольцы. Вспомните себе о себе сначала. Что мы русские люди, мы должны защищать свои интересы. И вот если мы это с вами сделаем, тогда мы будем выходить и решать эти вопросы поэтапно. Сейчас на Стойково поднимается вопрос незаконного строительства. Посмотрите, весь город в этих красных точках, да? И администрация в спешном порядке должна что-то решать. А нам предлагают что? Идите в суд. И решайте эти вопросы в суде. Но у нас с вами есть орган который существует за наши деньги. Прокуратура. Пусть они поднимут свои толстые задницы и за наши деньги, которые получают, кстати, с наших налогов займутся своей работой. Все. Вот что мы требуем. А господа с администрации пусть выделят для начала хоть кого-то. Посмотрите, какое здание. Кто бы эти вопросы решал для начала. Мы не требуем ведь остановки всех строек. Есть стройки, которые, пожалуйста, пусть существуют. Но те строительства, которые ущемляют наши интересы, эти стройки в городе не должны существовать. Я не хочу открывать окно и говорить сосед, привет! Хватит уже, надоело. И нас должны услышать. А самое интересное, что когда выходит депутат и предлагает вам разойтись, потому что у него какие-то там коммерческие интересы в этой стройке, значит, куда этот депутат должен идти? Замечательно. Так вот, кстати, была прекрасная инициатива, которую выдвинул Анатолий Моретто. Он когда сказал, у нас есть с вами механизм, он сложный, но он есть. Давайте соберем как минимум 30% подписей избирателей и отзовем этого депутата в народное хозяйство. И пристроить не хочет. Но туда ведь проблема, чтобы не пришел другой такой же хапуга. Почему и говорят вам, организовывайтесь по месту жительства. Ищите ваших лидеров. Лидеров рождает улица. Извините, рожают женщины. Все. И вот если у вас, извините, будет ваш депутат, который живет на этой улице и защищает ваши интересы, вот тогда ничего незаконного там не будет. Давайте сделаем, чтобы в городском совете сидели не хомяки вот эти с лицами, которые просто на кнопки давят. И вы посмотрите, ведь большинство это либо предприниматели, либо профессиональные политики. А где простые люди? А простые люди здесь на улицах ходят. Но чтобы слуги их? Нет. Поэтому вот давайте вот таким макаром двигаться. И сейчас я вам еще раз предлагаю, чтобы защищать свои небольшие интересы, вас должна защищать организация. А лучше всего, если эта организация не какая-то проплаченная, а вы сами объединились вместе и вспомнили, что сначала мы, русские, защищаем свои интересы здесь, в этом городе. А дальше до страны доберемся. Я хочу предоставить слово Атамане Ченоморфе, казачьи Аксины, Соболь Анатолию Мариневичу. Самый больной вопрос сегодня, конечно, возникший, это школа номер 10, это Мариневская 11. 20-й раз, повторяю, власти и застройщикам ни при каких обстоятельствах там не будет стройки. Мы этого не допустим. Кроме того, что мы будем физически там участвовать, воздействовать и препятствовать, мы будем идти в суды, во все возможные инстанции, прокуратуру и так далее. Теперь хочется сказать буквально два слова о том, что позавчера произошло на улице молодых строителей в районе дома 1А. Это место малоэтажной застройки. Единственное место на этой улице, где еще остался нетронутый лесочек. Ну, примерно где-то 1 гектар. В том же пресловутом 2006 или 2007 году, но неважно, эта земля была выделена от строительства для предприятия «Добрострой». Владелец Лисеевцев Сергей Алексеевич Значит, 6 или 7 лет эта земля стояла, тут она вдруг резко понадобилась. И позавчера была попытка начать там строительство, а чтобы начать строительство, там пытались поубирать все дорожки, которые люди выложили, чтобы ходить там по этому леску. Ну, там рядом проживает атаман Бибни Вячеслав Борисович. Он первый, кто перелез через забор и попытался воспрепятствовать этому строительству. Еще когда он слазил с лестницы, эту лестницу из-под него начали выбивать. Выбили лестницу, повалили, избили, за спиной застегнули наручники. Кто это сделал? Это сделали охранники частной фирмы, которая не имеет права применять спецсредства. То есть уже было совершено уголовное деяние. Эта фирма называется Парангон. Детище министра обороны Паши Лебедева. То есть они нагло нарушают закон, применяют к людям спецсредства. На сегодняшний день Бибни Вячеслав Борисович лежит в отделении урологии с убитыми почками. Вот его сегодня госпитализировали. Но этим самым нас никто не запугает. Мы будем продолжать защищать нашу землю. Наша земля это здесь, в Севастополе. Я очень рад, что сегодня люди, в Севастопольце пришли поддержать друг друга с разных районов города, с разных горячих точек. Здесь, естественно, и со школы номер 10 с проспекта Победы, с Маринесской люди. К сожалению, Бибнева нету, так как больной лежит. Ульяновские дворы пришли. Порт 33 есть люди-представители. Галина Прокопенко. Ну, если кого-то выглядело из головы, простите, не назвал. Молодых строителей. Да, молодых строителей 14. Это вот где захват квартир произошел. Вот тоже довольно серьезная группа людей. Знаете, очень приятно видеть, что пришли люди, объединившие у каждого какая-то определенная проблема. Какого-то застройки, какое-то выселение с квартир. И так далее. Чем больше мы будем выходить, чем больше мы будем объединяться, тем больше мы будем сильнее. И это очень радует. Знаете, Анатолий Боретто очень правильно высказал мысль, что надо применять принцип отзыва наших избранников, которых мы лично делегируем. Куда? городской совет для того, чтобы они защищали наши с вами интересы. Наши с вами интересы. Они разбазаривали нашу землю, нашу коммунальную собственность и строили у нас на головах какие-то небоскребы. Знаете, сразу вспоминается анекдот. Тут кандидатов и депутаты спрашивают. Вот вы идете, кандидатов и депутатов, вот вы видите, какая коррупция, разбазаривание земли. Ну, это так далее. Всяких множество проблем. Вы что, хотите наше предотвратить? Он отвечает, да нет, я хочу в этом участвовать. Вот поэтому, знаете, низкий поклон вам в том, что вы собрались здесь все и отставите свои интересы в свою точку зрения. Если мы будем молчать, ничего не делать, ничего не говорить, то естественно, они нам нагадят на голову, что в данный момент вся власть это и делает. Спасибо вам большое, что вы есть, что вы помогаете нам и мы вам будем помогать. Так что, низкий вам поклон. Спасибо большое. На самом деле, во всей этой истории меня удивило несколько моментов. Во-первых, у нашей власти, которая присутствует в администрации, нет такого понимания, как преемственность. На встрече, которая состоялась между родительской общественностью и нашим губернатором, первый вопрос, который был озвучен, ну, это же Саратов. Соответственно, когда мы стали проводить наше, ну, гражданское расследование, депутаты городского совета от различных фракций начали спекулировать и говорить следующее, ой, ну, это русский блок, а кто-то говорит, ну, это регионалы, а это еще кто-то там. То есть, никто из депутатов ответственности за эту ситуацию на сегодняшний день не взял. Но земля была выделена депутатами. И это очевидно. И на сегодняшний день, по нашим данным, основными виновниками того беспредела, который происходит сегодня, являются следующие фамилии. Прежде всего, это члены комиссии по градостроительству, земельным и водным отношениям. На тот момент этой комиссией руководил нынешний заместитель председателя СГГА Дмитрий Белев. 2008 год. В комиссию входили Морозова Вера, Блок Иванова за Севастополь, Пархоменко Василий, Коммунистическая партия Украина, Кондар Алексей, Русский блок, Милевский Виктор, Наш дом Севастополь от Сергея Кондратевского, и Дубнин Роман, Народная оппозиция. Ну и, конечно же, представители партии регионов, Харченко, Зубенко, списком диктуем, Харченко, Зубенко, Акинин, Золотухин, Олейников и господин Смоленинов. К слову сказать, в 2009 году, спустя год от этих решений, на господина Смоленинова, меня поддержит ПОР-33 в этом вопросе, было открыто уголовное дело в связи с получением им взятки в размере 50 тысяч долларов. Все очевидно и понятно. Земля продается определенным кругом лиц, которые имеют доступ к земельным документам, и которые могут лоббировать и продвигать этот вопрос на сессиях городского совета. Сегодня все из перечисленных фамилий, они на сегодняшний день занимают посты, присутствуют в городском совете, должны и просто обязаны прокомментировать эту ситуацию, потому что все они, перечисленные фамилии, несут полную ответственность за то, что они делают с севастопольской землей. И в данном случае эти народные избранники не жалеют ни детей, ни стариков. Позор! Значит, пожалуйста, давайте так, представитель от каждой группы, которая приехала, выходите сюда и озвучивайте ваши требования. Что вы требуете от власти? Кто первый? Все, Надежда, представьте. Я жительница дома, на улице Галины Прокопенко, 46А. Рассказываю свою историю. В 2004 году некий гражданин Калошин обращается в городской совет, чтобы ему выделили земельный участок. В 2005 году он получает государственный акт. В 2005 году на нашей площадке Невской появляются геодезисты. Мы когда спросили, зачем вы пришли, они говорят, нас нанял хозяин, он, значит, здесь будет строить себе дом. Мы просили позвать этого хозяина. Прибежал гражданин Калошин с криком «Ох, вы свиньи, проклятый! Я здесь буду строить все, что захочу и на то расстояние, на какое захочу!» После этого мы обратились во все инстанции города Севастополь. Первым на нашей площадке появился Борисов. Когда он посмотрел, что это площадка, по периметру горожена сетка рабицы, на ней находятся песочницы, скамейки, клумбы, значит, растут многолетние растения, деревья, которые не обхватишь уже, значит, он возвращается к себе в горсовет, создаёт комиссию, поднимает архивные документы гражданина Калошина, значит, и начинает проверять, почему же так получилось, что детская площадка была отдана в частные руки. Значит, когда мы смотрели эти документы, увидели, что у него в акте написано, что участок свободен от строения сооружений и зелёных насаждений. Это первое, значит, то, что сделали государственные служащие управления по земельным ресурсам на Демидова-13, то есть предоставили ему документы с недостоверными сведениями. Затем, значит, после этого была создана вторая комиссия, и городской совет принял решение, ну, то есть на своей сессии рассмотрел и отменил своё собственное решение, потому что гражданин Калошин предоставил мне достоверные сведения. Говорит, ну, нет, Калошин не успокоился на этом, иначе в флодологические вошли возможные суды. Значит, ну, суди разные бывают. Одни вникали, другие не вникали. Те, которые не вникали или были заинтересованы, мы суды проигрывали. Значит, последний... А, ещё, апелляционный суд уже... Ну, до того надоели эти суды с 2005 года мы судимся. Апелляционный суд решил так, ну, давайте же сделаем тогда хоть судебную экспертизу. Действительно ли это детская площадка относится к дому номер 46А? Значит, эксперт провёл, заключение написал, что это действительно придомовая территория. Но некоторым судям это было до болты. И, значит, то есть мы кто выигрывали, то проигрывали. Последний суд состоялся 17 сентября. Мы его выиграли. Но это ещё не значит, что это последний суд. Поэтому, значит, нам надо действительно всем объединяться и выходить против такого беспредела. И против беспредела, который творят вот эти государственные служащие, которые выдают вот такие вот документы, которые не соответствуют действительности. Очень вместе мы сила. Представитель коллектива жильцов вот этого дома, многострадательного, молодых строителей, чем их наследие, группа негодяев и преступников, по-другому их назвать. И так представители, о маяке, который называется правоприемниками этой организации, захватило собственность на нашу сердцу и уже дошло до того, что 3 июня произошло силовое выселение одной из семей. Значит, что я хочу сказать? Дело в том, что, понимаете, ведь эти негодяи, и некоторые нас уничтожают, так и жители Севастополя, и всех вас, и представители всех, они без попустительства органов властей, они ведь это делать не смогут, понимаете? Ведь здесь завязаны все. Вы посмотрите, кругом нас и тут была милиция. Вы обратили внимание? На нас, на это количество людей, нагнали такое же количество сюда милиционеров. Зачем? Чтобы, не дай чешу, боже, здесь не произошло что-либо такого, как они говорят. Когда мы обращались в милицию с тем, чтобы защитили несчастную семью, которую бандиты, из этого парангона, кстати, вот предыдущий оратор говорил, парангон-фирма лепетерская, охранная, которая на руках выносила женщину с ребенком и выкидывала мебель из квартиры. Понимаете? Когда мы попросили прибыть в милицию и защитить наши права, потому что на самом деле было самое настоящее разбойное нападение. В принципе, так, без всяких документов, без ничего. Ни одного не было. Один прибежал, какой-то несчастный лейтенант, перепуганный, и, покрутившись, сказал такой в раз, а что я могу сделать? Понимаете? А здесь они стоят. То же самое происходит сюда, то же самое. Беззина не было, они не могли приехать. Дело в том, что дело здесь не в бензине, дело здесь в том, что везде все проплачено. Понимаете? Эти люди просто тупо идут в органы конкретной власти, дают деньги и покупают себе право створить беспредел. Вот и все. Дело не в бензине совершенно. Вот. То же самое происходит в органах прокуратуры, понимаете? Пока, грубо говоря, уже не запахло жареным. Ведь никто пальцем не пошевелил. Ведь смешно сказать, не смешно, а трагически. Мы судимся, некоторые люди с 2000, с 93-го года, с 94-го года, представляете себе? И они не знают ничего. Вдруг они сейчас начинают прозревать потихоньку. Миллион было обращений наше и в прокуратуру, и премьер-министр Украины, когда Тимошенко изображал себя великого деятеля нашего государства. И Ющенко этого несчастного, понимаете, уже по-другому его не знать, как нельзя. Все возвращается сюда и опять в эту всю плаху, которая пооплачена и позволяет делать вот эти все беспределы и вот это совершение беззакония. И в конце я хочу сказать такую простую фразу. Люди, поймите пустую вещь. Если мы будем действовать поодиночке, мы уподобимся пальцем одной руки. Пальцем ничего не сделай. Сделай, что только кулаком. Хорошо, что есть люди, которые могут нас собрать, как говорится, возглавить и дать возможность сказать о своем наболевшем. Надо держаться вместе. Давайте будем вместе. Тогда мы что-то из себя будем представлять. Противный нас лучший. Мы никто. Спасибо. Сейчас предоставим слово Денисовой Татьяне Сергеевне. Это бабушка одной из учениц школы номер 10. А я хочу сказать только одно. Я пришла от школы гимназии 10 как бабушка со слезами на глазах обратиться здесь застройщиком. Услышь нас, пожалуйста. Не оставляй наших детей без школы. Пожалуйста, уйдите с этой земли. Я хочу, чтобы он дал нашим детям в дальнейшем прекрасную построить школу. Потому что земли на проспекте Победы больше нет. Если заберут еще и стадион под машиной, под стоянку машин, у нас негде нашим детям будет гулять. Они пойдут в подвалы, они будут наркоманами. Пожалуйста, услышьте меня. Я не хочу этого. Я хочу, чтобы наши дети были счастливы, здоровы. Чтобы наши дети ходили счастливыми лицами. я хотела бы, чтобы сюда вышел мэр, но его за пять дней. Сколько бы не собирались быть, если это не решит мэр города нашу проблему, наших детей, наших семей, мы будем страдать все. И завтра придут собирать наши квартиры, потому что земля под нашими пятиэтажками тоже уже скуплена. завтра придет какой-то дядя и скажет, люди, пошли вон, хоть у вас приватизированные квартиры, потому что это моя земля, и я хочу построить здесь суперпаркет или еще что-то такое. Поэтому сегодня я пришла обратиться к мэру города, ко всем нашим депутатам. Люди, прислушайтесь к нам, пожалуйста. Дайте нам счастливую и хорошую жизнь, а не ту, которую вы сейчас обеспечиваете. единственное вот что я сюда пришла сказать. Больше я не хочу ничего говорить, потому что говорильня ни к чему не приводит. И застройщик, будь добр, пожалуйста, сделай так, чтобы ты, которую хотел делать благотворительную помощь и перекрыть крышу, не делал за счет того, чтобы отбирать людей землю и построить дома. Построй лучше там дополнительное здание школы. Спасибо вам всем, что меня повесил. Вы знаете, что хотелось бы сказать? Самое неприятное в этой истории то, что мы столкнулись с тем, к сожалению, жутким фактом, но нас объединяет только беда. Мы друг друга вообще не видим, мы друг с другом не разговариваем. Мы живем в своих коробочках и радуемся жизни от того, что мы получаем в этих коробочках. Вот мы вышли на улицу, мы друг с другом встретились, мы одинаковые, у нас одинаковые интересы, у нас одинаковые дети, у нас одинаковые проблемы. Но политика государства сегодня такова, что нас хотят закрыть в коробочках, чтобы мы сидели с телевидением, с интернетом, с бог знает чем, но не выходили из коробочек. Потому что из коробочек выходя, мы получаемся очень мощной силой. Посмотрите, мы сами не ожидали, но мы расколыхали всю Украину. Мы действительно подняли наш местный вопрос на всеукраинское обозрение. И вся Украина обсуждает наши проблемы. Поймите, проблема нашей школы это не наша проблема, это проблема всех школ всей Украины. У всех школ Украины нет госактов ни на стадионы, ни на прилегающей территории. Ну нет, это советские школы, никто не мог посягнуть на святое, на школы. Посягнули, ребята, наша школа это первая, откуда все начнется. И закончится это в любой школе, в любом районе города и страны. Ну нет госактов у школ, ну что теперь делать? Если сегодня решение, которое было выдвинуто, принято в 2008 году господином Саратовым, не будет отозван, то это прецедент для того, чтобы забрать все территории у школ. Сегодняшняя ситуация такова, что занятия физкультурой превратили в факультативные занятия. У нас нет ни норм ГТО, у нас нет ничего. То есть физкультура это факультативно. Зачем спрашивается, на уровне государства спрашивается, я уточняю. Зачем каждой школе огромные стадионы, огромные территории, если физкультура это факультативно? Достаточно будет на 5 школ один стадион и будем мы возить своих детей на один стадион со всех школ. Вы поймите, у нас это начало, это просто вот отправная точка. Если отсюда они начнут, они закончат в любом районе нашей страны, наверное, это не города касается. Поэтому, товарищи, я вас очень призываю, объясните соседям, объясните родственникам, друзьям, это проблема общая, это не моя, это не его и не его проблема, это проблема всех наших детей и мы в ней окажемся все абсолютно ровно через 2 года. С момента сегодняшнего строительства, я вам говорю, это отправная точка, это через 2 года закончится во Львове, в Мельницком, в Тернополе, в Терсоне. Это не имеет никаких региональных и территориальных границ. Это у нас. Вот откуда все идет. Поэтому, если мы сегодня не соберемся и сегодня мы не остановим то, что происходит во всем нашем прекрасном, красивом, красивейшем, лучшем городе, это закончится у каждого под окном, у каждого в подъезде и у каждого, естественно, и в детском садике, и в школе, и в любом другом учебном учреждении, у которого ну не может быть госакта, ну никто об этом не думал, ну была советская страна, кто на школу посекнет, кто нас этих посекнут. Посекнули, ребята, все, уже все началось. Если мы сейчас это не остановим, это продолжится везде и всюду. Сейчас нами проводится работа по, значит, мы хотим собрать коллективы школ, родительские комитеты. Мы стараемся привлекать руководство школы, но я вам могу сказать, что руководство школы имеет свои страхи и опасения, мы их понимаем, потому что все мы люди, все мы человеки, всех нас можно нагнуть, напрячь, и вы понимаете, что с нами сделать. Но родители это огромнейшая сила, и когда Владимир Григорьевич сказал, я не помню ни одного праздника, когда в Севастополь приехали три общенациональных украинских канала осветить такую проблему, понимаете, то есть сто человек смогли привлечь интерес и внимание всей Украины к нашему вопросу. Но не наша эта проблема, это общая проблема. И если мы сегодня это не поймем, мы потеряем стадионы во всех школах. Спасибо. Если мы не заставим прокуратуру посадить хоть одного застройщика за фальсификацию документов, первое, раз, это будет продолжаться. Второе, те господа, которые подписывали эти фальсифицированные документы из ГАСКО, из Горсовета принимали решения, их тоже надо цепочкой и сделать их ответственными. И вы поверьте, моментально все застройщики, которые таким же образом получили акты, моментально начнут от них отказываться. Нет? Садись. Как минимум пять лет. Все. Вот поэтому давайте на примере десятой школы будем требовать от власти прокуратура возбуждения уголовного дела, суд и посадка, а мы будем отправлять ему туда посылки. Вот таким Агаром. Спасибо. Председатель квартального комитета Ульяновские дворы Судобалова Любовь Ивановна. Что я хочу сказать? Наш марафон начался полтора года назад на этой площади. Вот так, да? На этой площади ИЦУПа нам сказал, прокуратура разберется и решение принимает прокуратура. Как только прокуратура вынесет свое решение, я вас соберу. Прокуратура так решение никакого не вынесла и за полтора года ИЦУПа нас так и не пригласил. Нас отправили решать наши проблемы законным способом, то есть суды. Мы прошли три марафона по судам, три различных иска, два выиграли на первой инстанции и все три проиграли в апелляционном суде. Почему судья не слышат наши аргументы? Они не хотят совершенно замечать, что есть подделка в градостроительных документах и сами эти документы неизвестно кем разработаны. Зато очень хорошо слышат почему-то застройщика и принимают его сторону. Сейчас в какой мы ситуации? Три наших иска находятся в кассационном суде в Киеве и когда в Киеве приступят к их рассмотрению неизвестно и как рассмотрят тоже неизвестно. При том, что масса уже не закона. А Яцуба говорит я на стороне закона. Вот так вот. Здравствуйте. Сам председатель Ульяновских дворов Сухари Фригорь. Хочу предупредить и предостереть всех присутствующих. Меньше верьте вот этим и вот тем тоже. И заодно и Пилату. Я лично ему показывал все нарушения. Пальцем я ему показывал. Он Корниенко не даст соврать. Он их не видит. И поэтому надеяться на какие-то здесь решения. Надеетесь только на себя. В судах. Есть несколько судей, которые просили правда себя не рекламировать. Но вот одного человека я могу сказать Левинский такая фамилия есть. Он в одном деле присудил мне платить за придомовую территорию, а в деле Ульяновских дворов он сказал, что у нас ее нет. Делайте выводы Спасибо. Слово предоставляется Макренко Татьяне Николаевне, председателе инициативной группы на Маринеско 11. Я хочу сказать, что жители Маринеско 11 солидарны с всеми жителями Севастополя, которые столкнулись с такой же проблемой застройкой во дворах, в школе, у которых задирают место для жизни. Также я солидарна со многими выступавшими о том, что сила только в нас. Пока мы физически боремся за свои права, мы не позволим застройщику построить что-либо. Также я хочу сказать, что сказать спасибо, потому что когда с момента возникновения проблемы нам оказывают мощную поддержку наш депутат. Спасибо ему большое. Нам повезло в этом случае. Держимся до конца. Победа будет за нами. Победа будет за нами. Это общая победа. У нас вот сейчас здесь в данную минуту в данном месте нас не так уже много. Кто-то не осознает важности таких мероприятий протестных. Кто-то работает, кто-то уроки сидит, учит, студенты. Но ведь на той же школе в понедельник собралось, когда надо было предпринять конкретные действия, собралось вдвое больше или втрое, чем и сделали это то, что хотели. Поэтому мы есть и мы будем бороться за наши права. Еще раз спасибо огромное всем, кто пришел и закроет наш протестный митинг Тунин Владимир Леонидович. Я скажу только одно. Все власти должны понимать. Мы молчать не будем. Строительство мы остановим. Квартиры свои на молодых строителей не отдадим. Там прекрасные были. Мы во вторник будем выходить на пикет к административному суду, потому что у них суд. Будем опять поддерживать. Вот там у них есть прекрасные плакаты. Мы стоять будем до конца. Поэтому люди должны понимать, что мы не просто пришли сюда поговорить. Надо будет, простите, возьмем и колья. Хотят, они это получат. Другого варианта ослабо того, что мы русские. Спасибо.